Человек может нести в себе миллионы людей, то есть если ты хочешь посмотреть на другого человека, ты в нем видишь в первую очередь отражение свое и возмущение по поводу твоих недостатков. Поэтому если ты разберешься внутри себя, ты можешь разобраться внутри миллионов людей во всех, во всем мире и ты его полюбишь больше, будешь его любить так же, как себя. Вот и в этой картине я хотела показать, как в человеке могут жить разные существа, которые любят борьбу. Девушка стоит как бы на пропасти, она уже не хочет больше быть в этом мире, но второе, она смотрит то, что ее ожидает неизвестное будущее, и так как это самоубийство плохое, она не делает шаг, хотя уже ножку сдвинула. Девушка, вот это одно и то же лицо, у нее она милая, нежная, хорошая, добрая, но у нее иногда просыпается клоун, то есть она может шутить, она может петь, она может в то же время и страдать, не показывать это и иметь как бы второе лицо. Тут же возрастное, как бы она у себя, все возрасты, каждый возраст несет свой образ какой-то. И когда человек в возрасте, она вспоминает то, что она делала, то, что могла не сделать, и она не может об этом сказать, это все выходит через нее. Но может быть бывает такое, что есть человек, который нужно с души открыть, исповедь, или еще там многие есть возможности, когда вот этот паук, вся эта тяжесть, твои волны многоличия выходят из тебя. Поэтому в каждом человеке живут миллионы людей, а я это и есть миллион людей, и также я живу в них. То есть мы все фактически почти внутри имеем в себе много образов. Не зря говорят, что на одном плече сидит Бог, ангел, на другом дьявол. И ты делаешь выбор свой, куда тебе идти и что тебе делать.